В мире Варкрафта есть огромное количество фракций, преследующих свои добрые или грязные цели. Основное внимание с понятных причин уделяется зачастую сюжетно главным фракциям, вроде Орды, Альянса, Условного Серебряного Рассвета, Круга Кенарий и прочих. Но помимо них есть куча других, интересных, пускай и менее известных фракций. В этом ролике я хочу рассказать о малоприметных организациях, скрытых культах и орденах. Как они появлялись, какое влияние они оказывали на Азерот и, что немаловажно, где и как их можно было встретить в самом World of Warcraft. Одна любопытная фракция, хоть особо и не мелькала в World of Warcraft или в стратегиях по Варкрафту, но была описана в лоре. По сюжету, где-то незадолго до Третьей войны, когда пришел Пылающий Легион вместе с Плечью, Азероту угрожала большая угроза. Конкретнее угрожала так называемая Темная Буря. Эта Темная Буря – это великая магическая сила, которая была способна уничтожить все живое и неживое на Азероте. Пылающий Легион, тесно связанный с Темной Бурей, желал уничтожить и поработить Азерот. Шансов на выживание у жителей Азерота было немного, но к большому счастью появился один таинственный Наару, загадочное существо света, которое защищало Азерот от Темной Бури. Так как Наару достать и грохнуть реально, а Пылающий Легион вполне себе желал такого исхода, была основана организация под названием Орден Семи Солнц. Главная цель этого Ордена – всеми силами защищать Наару, ибо если защитников не будет, Наару погибнет, и ничего хорошего не случится, а Азерот поглотит тьма. Чтобы защищать Наару было проще, Наару дала главе Ордена Алмазный Клинок, который был способен с легкостью расправляться с врагами с помощью Силы Света. Лидеру Ордена был выдан примерно следующий приказ. Ему нужно было выбрать самого крутого и достойного фехтовальщика в Ордене и отдать ему Клинок. И все бы ничего, если бы лидера Ордена Семи Солнц не разъедала бы изнутри зависть и алчность. Чувак по имени Сильвер Лейн по всем параметрам подходил в качестве идеального владельца Клинка. Но лидер Ордена, ну вот не хотел его отдавать Сильвер Лейну и решил оставить Алмазный Клинок себе. Сильвер Лейну это не понравилось. Начались скандалы, драмы, выяснение отношений, кто круче и достойнее. Но факт фактом, лидер Ордена не выполнил приказ Наару. Сильвер Лейн, гонимый завистью и злобой, в один прекрасный момент решил втихую выкрасть Алмазный Клинок. А после этого он с Алмазным Клинком пошел в соло рубить чуваков из полукультистской скрытой фракции так называемых Скрытых, которые были очень тесно связаны с Пылающим Легионом. Цель была благая, с помощью супероружия разобраться с врагами на Ару, но Алмазный Клинок, пусть и хорошее оружие, но далеко не идеальное. Поэтому Демонюгам удалось сломить вероломного Сильвер Лейна. Вместо того, чтобы его убить и отжать Клинок себе, ему было предложено перейти на сторону Пылающего Легиона. Плюс, Демонюги начали шаманить и убеждать чувака в том, что Наару его предаст, а Орден от него откажется. При согласии они сохраняли ему жизнь и давали возможность отомстить. Сильвер Лейн согласился на это предложение. После, Сильвер Лейн вернулся обратно в Орден Семисон, словно ничего не произошло. А когда никто не ожидал подставы, он пробрался к Наару и зарубил существо тем самым Алмазным Клинком. Алмазный Клинок этого не выдержал и разлетелся на множество осколков по всему Азероту. На Аару было уничтожено. Следовательно, уже ничто не могло остановить темную бурю. Но Азерот чудом пронесло, так как в осколках Клинка оставались частички Наару, которые продолжали защищать Азерот от темной бури. Но, тем не менее, Орден рассыпался на глазах. Члены Ордена, полагая, что больше никто не остался защищать Азерот, ушли и рассыпались по Азероту. Так что история этого Ордена закончилась на предательстве и алчности. В самом World of Warcraft персонажей или событий, которые целали бы хотя бы косвенно к ранее описанным действиям, не так уж и много. Пожалуй, один из немногих это персонаж по имени Мвезала, древний бог смерти, которому поклонялось одно племя троллей. До ранее описанного сюжета он в игре почти не появлялся. Так что это было одно из его первых более-менее полноценных появлений. В сюжете с Орденом Мвезала появлялся, когда протагонистов, которые хотели отыскать разбросанные осколки алмазного меча, поймали тролли и призвали этого бога смертью. Это было эдакое жертвоприношение. Но тот пояснил, что еще не вечер и ваше время еще не пришло, и испарился. Плюс еще пару раз мелькал в снах протагонистов. В самой же игре Мвезала появился в Легионе. Он нашептывал Волджину перед смертью, чтобы Сильвана стала его преемницей, а в дополнение Shadowlands он и вовсе стал главбоссом одного подземелья. Еще одна интересная фракция. Это культ Забытых Теней. Для того, чтобы понять, как и зачем он образовался, нужно вникнуть в предысторию Натали Селлен. Когда-то давно Натали являлась человеческим епископом-слэш-жрецом. За свою жизнь она застала много трагичных событий. Она пережила вторжение орков и все последовавшие за этим беды. Желая найти способ устранить раз и навсегда угрозу орков, Натали начала изучать странные темные силы, которые использовали зеленокожие. В особенности под ее пристальный взор попали некролиты. Некролиты были разновидностью некромантов, которые грешили с темной энергией пустоты. Она старалась их изучить. Позже она узнала, что когда-то орки использовали какой-то сильный артефакт, который властвовал над тенями. Натали желала выследить и уничтожить этот артефакт. Найти артефакт ей удалось, но по иронии судьбы, она сама начала использовать этот артефакт. Артефакт вдобавок нашептывал ей всякие вещи в голову. Да и уничтожить при всем желании артефакт было очень трудно, если не сказать невозможно. Ближе ко второй войне, Натали уже сама научилась использовать темную магию из этого артефакта. Вдобавок, она обрела последователей. Вместе они сплотились против орков и втихую охотились на их представителей на территории человеческих королевств. Артефакт в тот момент время не терял и продолжал нашептывать Натали жуткие вещи, что понемногу ломало ее рассудок. Это приводило к тому, что она становилась более одержимой и безумной, в целом как и ее соратники. Свои наблюдения и исследования она записывала в книги и разные трактаты. С годами ее исследования все больше были направлены на то, чтобы понять, что вообще это такое ваша темная энергия. Тем не менее, она старалась держать баланс и не окунаться слишком сильно во тьму. Более того, она пропагандировала доктрину баланса, что мол между светом и тьмой должно быть равновесие. Закончилась жизнь Натали довольно иронично. Радикальное, или просто более безумное крыло ее последователей решило ее грохнуть. Соратники считали, что Натали их сильно ограничивает, не позволяя окунаться во тьму по полной. Предположительно, тот самый артефакт поспособствовал этому убийству. Маги Керентора, которые в гробу видали эти ваши темные учения, решили уничтожить наследие Натали. Они прочесывали деревни и города, забирали фолианты, книги, трактаты и прочее и прятали их в Даларане. Но это не сильно помогло упрятать темные учения. Теперь переносимся в сам World of Warcraft. Как всем известно, отрекшиеся взяли под свой контроль Лордерон, бывшую столицу крупного королевства. Там, как раз таки, была обнаружена некоторая часть учений Натали. На этой основе и был образован культ забытых теней. Культу присоединялись по разным причинам. Кто-то видел практический смысл в применении темной магии, а кто-то присоединялся потому, что терял веру в свет. Ну, например, некоторые андеды, которые после того, как они стали андедами, теряли веру в светлое и хорошее. К культу примыкали не только андеды, но и представители других рас и фракций. В игре, в большей или меньшей степени, культ появлялся во многих дополнениях. Просто пройдусь по некоторым их появлениям, которые описаны на Вовпедии. В Ваниле культ начал распространяться по землям нежитью. Фракция присутствовала во многих поселениях андедов. Одним из главных мест для культа являлся городок Похоронный Звон, по совместительству стартовая зона для игроков андедов. НПС культистов можно было встретить во многих зонах. Между двумя НПС из культа даже будет небольшой диалог, где упомянется особая религия отрекшихся. В Бёрнинг-Круссейде культ направил за пределье некоторое количество своих членов, как например, Тёмный Клерик Молот. В Катаклизме культ посылал своих участников для помощи в противостоянии другим культистам из Сумеречного Молота. А также фракция просила игрока сжечь книги Сумеречного Молота, чтобы ограничить их влияние и распространение по Азероту. В Пандарии в битве за Львиный Лагерь, одна культистка помогала противостоять силам Альянса, призывая всяких теневых исчадий. Больше всего культ Забытых Теней проявился в дополнении Легион. В Легионе тема Тёмных Сил была по-новому раскрыта. Где-то между Пандарией и Легионом, как выяснит игрок, внутри культа произошло что-то нехорошее, возможно, какой-то внутренний конфликт. Это привело к тому, что культ Забытых Теней распался. Но в Легионе происходит возвращение Натали, вернее, духа Натали. Известие о возвращении Натали распространилось по уголкам Азерота, среди тех, кто тайно или не очень разделял влечение к Тёмным Силам и её учениям. К слову, в Легионе также появится тот самый артефакт, который в своё время скарабтил Натали. Это Ксал-Атат, легендарный артефакт Шадоу Престов. И в целом одна из самых интересных легендарок в Легионе. Так что культ после возвращения Натали снова возродился. Последний раз культисты мелькали в дополнение Shadowlands, в основном на второстепенных и малозначимых ролях. Но, смею полагать, их история ещё не окончена, и, думаю, мы ещё не раз услышим о деяниях этого культа на просторах World of Warcraft. Одна из самых алчных и предприимчивых фракций в игре – это торговая компания. Руководит, а вернее сказать, забегая немного вперёд, руководил этой организацией некий Шеф Розданг. Эта организация является очень могущественной силой гоблинов. Их главная цель – заработок. Заработок на добыче минералов, на кражах, на вырубке лесов, вообще на чём угодно. Золото превыше всего. Преимущественно, торговая компания – это фракция гоблинов, но в их ряды вполне могут затесаться гномы, дворфы, хуманы, да и другие расы. Главное, чтобы это было выгодно. Периодически торговая компания занимается перекупом сотрудников. Например, в битве за Азерот игроки узнают, что некий караул Многобомб в прошлом работал на ордынских гоблинов в качестве главы исследователя вооружений. Но в какой-то момент торговая компания предложила ему щедрую сумму, и он перешёл работать к ним. За это предательство ордынские гоблины попросят игрока убить караула Многобомба. А во времена Ванилы в квестах упоминалось, что компания занималась похищением лучших умов гоблинов, чтобы использовать их навыки в грязных целях. В той же Ваниле раскрывалась история одного бывшего работника торговой компании. Некий Зисфизикс был сильно разозлён, что торговая компания наняла одного суперумного гнома, который являлся в прошлом одним из главных инженеров в Гном Регане. Некоторые гоблины недолюбливали гномов, особенно сильно умных. Поэтому обозлённый Зисфизикс решил покинуть торговую компанию и перейти в конкурирующую организацию. Чтобы доказать лояльность, организация просила выполнить пару поручений, которые включали в себя похищение секретных документов и убийство того самого гнома. Где же располагается торговая компания? Да, примерно везде. Они есть на многих континентах, во многих локациях. Они мелькали почти во всех дополнениях World of Warcraft. Везде, где они появлялись, происходили беды и страдала окружающая среда. Они вырубали леса, уничтожали окружающее пространство, устраивали вредоносные раскопки и даже загрязняли нефтью водоёмы. Давайте пройдёмся по некоторым местам, где появлялась торговая компания. В Ваниле можно было найти башню, в которой когда-то оперировали члены фракции, небольшой полузаброшенный лагерь в степях и пару шахт, например, в Мулгоре. А также в некоторых ванильных зонах можно было найти их нефтяные вышки. В Гневе Короля Лича компания присутствовала сразу в нескольких зонах. В Низине Шалазар они создали карьер, чтобы залутать все находившиеся там драгоценные кристаллы. Магний Баранзоборот будет опасаться, что такими темпами компания нанесёт не меньше вреда, чем культ проклятых. В том же Нордсколе они побывают в Седых Холмах. Там они пытались заниматься вырубкой лесов. Также в Седых Холмах они имели целую гавань, так называемую Торговую Гавань. Из-за того, что место имело ценность как для Орды, так и для Альянса, между фракциями развязалась битва за эту гавань. Игрокам в Дейликах требовалось сначала нагадить торговые компании, украв у них какие-то приблуды, а затем нужно было нагадить противоположные фракции. Например, угнать гоблинскую ракету и подорвать с её помощью корабль враждебной фракции. В Катаклизме торговая компания начала терять влияние в некоторых зонах. Отчасти из-за катаклизма, отчасти из-за нового витка противостояния Орды и Альянса. Тем не менее, они вполне активно продолжали заниматься вырубкой лесов, а также добычей нефти. В Пандарии одна из шахт гоблинов станет полем боя с захватом тележек. В Дреноре они отыграют потерянные позиции. В этом дополнении они примкнут к враждебной по отношению к игрокам фракции Железной Орды. Они помогали альтернативным оркам в качестве инженеров, занимались вырубкой лесов, а также облюбовали один крупный островок к югу от долины Призрачной Луны. На этом островке они усмиряли местную флору и фауну в своих не очень хороших целях, пока их коллеги-орки не без помощи самих гоблинов создавали осадные машины. Одно из мест, о котором следует рассказать чуть подробнее, это Мулгор локация Тауренов. Гоблины облюбовали часть локации Тауренов ради вырубки лесов и добычи полезных ископаемых. В одной игровой записке говорится, что дела в Мулгоре в плане добычи ресурсов, как и в соседних степях, идут так хорошо, что они хотят масштабироваться. Особенно себя эффективно показали бурильные установки. Также компания считает, что пускай Таурены грозные существа, но они не считают их достаточной угрозой, которая могла бы повредить их бизнесу. В катаклизме в Мулгоре можно будет найти их сожженный разрушенный лагерь. Гоблины намеревались использовать этот лагерь как перевалочный пункт для доставки ресурсов для одного гоблина, который хотел масштабировать производство торговой компании. Образленных Тауренов они сильно недооценили. Занимается торговая компания далеко не только добычей ресурсов. Они вообще готовы браться за все, что может принести им деньги. Притом, не важно с кем сотрудничать. Сегодня они могут помогать Орде, а завтра придать и начать бойню, так как это сейчас более выгодно. В Ваниле они сотрудничали с группой шизотроллей из Тернистой долины. Эти тролли смогли найти особый яд, который мог воскрешать мертвых. Они брали этот яд и перепродавали его врагам Альянса, Братству Справедливости. В Бернинг Русседе они сотрудничали с Кельтасом, врагом как Орды, так и Альянса. В том же Бернинг Русседе они умудрились буквально угнать флот Альянса и Дернеев. Когда по сюжету Дернеи приземлились на Азерот, Альянс вступился и начал сотрудничать с появившейся расой. Они отправили флот, который должен был им помогать. Но как игрок выясняет по ходу заданий, в рядах Альянса затесался предатель, который продал флот торговой компании. В заданиях потребуется вычислить предателя и узнать подробности о этой сделке. В битве за Азерот они достали уже всех. Гоблины начали добычу ценных ископаемых на берегу локации, где тусовалась миролюбивая фракция тарталанов. Они своей добычей наносили огромный вред окружающей среде. Из-за их действий водоемы были загрязнены. В квестах игроки помогут гуманоидным черепашкам избавиться от ужасных гоблинов. В этом же дополнении появится новый важный ресурс. Азерит, который добывался из недр земли. Ордынские гоблины решили заключить сделку с торговой компанией. Торговая компания должна была очистить Азерит, чтобы Орда могла его использовать для войны с Альянсом. Но лидер торговой компании Шеф Розданг от сделки отказался, из-за чего ордынские гоблины затаили на них обиду. Шеф Розданг хотел сам добыть как можно больше Азерита, чтобы, как он думал, стать выдающимся бароном. В свою же очередь, торговая компания напала на глубины Черной горы и выкрала Столебой, важный артефакт для дворфов. Торговая компания за короткий период времени перешла дорогу и Орде, и Альянсу. Все это привело к тому, что фракции устраивают налет на важный промышленный центр гоблинов, Золотую Жилу. Золотая Жила стала в битве за Азерот под земельем, где финальным боссом является лидер торговой компании, тот самый Шеф Розданг. Но на смерти главы торговой компании история этой фракции не закончилась. В той же битве за Азерот, когда откроется Мехагон, игрокам потребуется прогнать предприимчивых гоблинов с острова. А также со временем станет известно, что фракция не только не распалась, а наоборот только набирает обороты. Они вновь начали разрывать карьер в низине Шалазар, им удалось вернуть под свой контроль гавань в Седых Холмах, а еще они продолжают досаждать Тауреном в Мулгоре. Последний раз на момент записи ролика они мелькали на Драконьих Островах в дополнении Драгонфлайт. Нынешний лидер организации неизвестен. Подытоживая, торговая компания это одна из самых алчных фракций в игре. Утром они могут заключить торговую сделку с Ордой, днем угнать флот Альянса и продать Яд Воскрешения Братству Справедливости, а вечером напокостить Ордынским Тауреном в Степях или в Мулгоре. Им не важно с кем сотрудничать, с друзьями, врагами или вообще левыми чуваками. Главное, чтобы это было выгодно. По словам Мурадина, в некоторых местах Орда и Альянс даже прекратили вражду, надеясь, что они смогут объединиться и вместе надрать пятую точку гоблинам торговой компании. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok